Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем работу по разъяснению целей обучения по предмету литературного чтения 4-й четверти 3-го класса. Вашему вниманию будут представлены виды деятельности по целям обучения. Раздел продолжает углублять и расширять систему представлений и знаний, умений, приобретенных в процессе предыдущих этапов обучения. Учащиеся познакомятся с произведениями таких авторов, как Алтен Сарин, Олимбаев, Шим, Бианки, Сладков, Снегирев, со стихотворениями, сказками, рассказами и баснями. В данном разделе учащиеся будут учиться строить высказывания и пересказывать текст использования выразительных средств языка, читать по ролям, инсценировать, а также совершенствовать умения, составлять план, писать заметку, создавать проект. Раздел основывается на знаниях и языковых навыках, полученных при изучении предыдущих разделов. Имеет также междисциплинарные связи с предметами русский язык, познание мира, самопознание, художественный труд. Учащиеся будут работать индивидуально, в парах или группах. Обучение будет проходить в интерактивной форме и будет направлено на развитие основных навыков. В рекомендациях по проведению уроков предусматривается формативное оценивание навыков и дифференциация заданий на закрепление и расширение навыков. Вашему вниманию представлены цели обучения. Читать вслух бегло, сознательно и выразительно. Читать по ролям выборочно. Писать творческие работы в форме постера, проекта, рекламы, заметки, презентации. Первое задание поделимся идеями. Это является вводным заданием раздела и способствует развитию мыслительной деятельности учащихся. Задание выполняется всем классом. Рекомендуется спросить у учащихся, что такое пословицы и для чего они служны. Далее учащиеся работают над заданием. Они читают пословицы и объясняют их значение. Следующее задание выполняется индивидуально. Учащиеся ознакомятся со стихотворением «Алтенциальная весна». После чтения стихотворения проводится словарная работа. Далее учитель предлагает учащимся поработать с иллюстрацией и подобрать в ней строчки стихотворения. При выполнении задания «Найди» учащиеся будут отрабатывать навык выборочного чтения. Они читают слова на цветных плашках и подбирают к ним эпитеты, сравнение и олицетворение. Данную работу можно выполнить как устно, так и письменно. Например, заполнить таблицу слова, эпитеты, сравнение, олицетворение. Урок можно завершить заданием «Напиши заметку». Данное задание направлено на развитие творческой и мыслительной деятельности учащихся. Необходимо провести подготовительную работу и провести беседу, можно показать в видео. Учащиеся пишут заметку об изменениях в своей местности. Напомните учащимся, как писать заметку. Следующие цели обучения – пересказывать подробное выборочное содержание произведения и находить сравнение олицетворения эпитет и определять их роль. Задания «Поделимся идеями» способствуют совершенствованию умений работать с текстом. До начала или после чтения стихотворения Олимбаева Капли необходимо провести работу по толкованию слов. Для лучшего понимания значений слов можно использовать иллюстрации. После этого проводится с учащимися беседа по содержанию стихотворения. Почему начал таять снег? Откуда стали лететь капли? Где появились проталинки? К чему Капли призывают ребят? Почему? Выполнение задания «Сравни» способствует расширению словарного запаса и развитию творческого воображения. Учащиеся самостоятельно читают в учебнике «Рассказ Шима» «Солнечная капля». После прочтения учитель может задать несколько вопросов по содержанию. В какое время года происходит событие? Кто был рад каплям? Что увидел мальчик сквозь каплю? После работы над вопросами учитель может провести работу по толкованию слов. Вспыхивать, переливаться, тряхнуть, забияка, затрепетать, радушный. Необходимо подвести участие к тому, что данные слова являются эпитетами и имеют определенную роль в тексте, делают текст более выразительным, ярким, интересным. Выполнение задания «Составь план» совершенствует навык анализировать текст. Предложите учащимся рассмотреть иллюстрацию. Далее учащиеся подбирают из рассказа предложения, которые модно отнести к иллюстрации. Эти предложения помогут учащимся составить план произведения. Учитель может предложить учащимся различные виды плана – вопросный, тезисный, назывной, схематичный, комбинированный. Выполнение задания «Играем в театр» способствует развитию устной речи и творческих способностей. Цель обучения сопровождает речь иллюстрациями, наглядностью демонстрации, читать слово бегло, сознательно, выразительно читать по ролям выборочно. Первое задание «Оживи картинку». При выполнении задания учащиеся будут высказывать свое мнение по содержанию иллюстрации. Они объясняют значение высказывания и приводят примеры из повседневной жизни. До начала чтения можно провести с учащимися беседу и задать следующие вопросы. Для чего нужна вода людям? Какую пользу имеет вода для животных и растений? Какие животные особенно любят воду? Как они ее используют? Далее учитель может задать учащимся проблемный вопрос. Знаете ли вы, как купаются медведи? После ответа учащихся приступают к чтению рассказа «Купание медвежат». Данное задание способствует совершенствованию навыков самостоятельного чтения. При необходимости можно провести словарную работу по толкованию слов. Выполнение задания «Найди» формирует учащихся умение работать над содержанием текста и совершенствует навык беглого чтения. Далее учащиеся делят текст на части, составляют картинный план и пересказывают текст по составленному плану. Следующие цели обучения – читать слов бегло, сознательно-выразительно, писать творческие работы в форме постера проекта рекламы. Первое задание – выполнение задания «Отгадай загадки» способствует расширению знаний учащихся об окружающем мире и способствует совершенствованию навыка беглого чтения. Учащиеся рассказывают о том, что им известно о животных и что их всех объединяет. Выполнение задания «Прочитай и ответь» способствует совершенствованию навыков работы с текстом. Учащиеся читают стихотворение «Подводный мир Порошина». Задайте учащимся вопрос «Могут ли такие кормушки быть в воде?» Ответ на вопрос можно найти в рассказе «Гости подводного поляны». До или во время чтения рассказа нужно провести работу по толкованию некоторых слов. В соответствии с уровнем учащихся можно предложить учащимся составить вопросы по рассказу самим или задать следующие вопросы «Почему герой рассказа организовал рыбий кормовой столик?» Как автор описал действия каждого гостя? Найди ответ в тексте. Кто еще может жить в подводном лесу? Объясни значение слов. Выполнение задания «Создай» способствует совершенствованию умений учащихся работать с текстом и анализировать его. Учащиеся составляют кластер «Подводная поляна». Можно использовать инструкцию по составлению кластера. В работе над кластером необходимо соблюдать следующие правила. Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю воображению интуиции. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не сякнут. Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по заранее определенному плану. Следующая цель обучения – находить сравнение, лицетворение эпидет и определять роль. Совершенствовать работу, исправляя лексические, стилистические неточности, исправляя орфографические и пунктационные ошибки. При выполнении задания «Прочитай и ответь» у учащихся будет отрабатываться навык работы с текстом и нахождение в нем эпидетов и лицетворений. Учащиеся познакомятся с произведениями и работают над вопросами. Почему Дождик решил подстричься? Как Дождик понял, что совершил ошибку? Для чего автор употребил олицетворение? Необходимо провести с учащимся работу по разъяснению незнакомых слов. Далее предложите учащимся составить план рассказа. Рекомендуется сначала разделить текст на части, чтобы определить их количество. Учитель может напомнить учащимся, как разделить текст на части, используя памятку. Первое. Прочитай еще раз текст. Определите тему и основную мысль текста. Разделите текст на смысловые части. Далее покажите составленный план, в котором допущены ошибки. Учащиеся исправляют ошибки и аргументируют свой ответ. Подбирают проверочные слова, используют орфографические словари. Далее предложите прочитать стихотворение «Какой дождь Григорьевой» и рассказ капли Сережки Павлова. Учащиеся сравнивают изображения дождя в произведениях трех авторов, находят скотство и различия. Следующий цель обучения – сопровождать речь иллюстрациями, наглядность демонстрации фотографии, находить эти сравнения, олицетворение эпитет и определять роль. При выполнении сводания «Поговорим» учащиеся будут делиться своими знаниями о путешествии воды на основе личного опыта. Далее читают рассказ «Куда девается вода из моря». Учащиеся рассказывают текст от имени воды, используя схему предыдущего задания. Предложите учащимся прочитать стихотворение «Круговорот воды в природе». Проведите словарную работу, спросите, почему автор использует много глаголов. Следующая цель обучения – читать слух бегло, сознательно, выразительно, пересказывать подробно выборочное содержание произведением. Первое задание – сделай обзор. Он направлен на отработку навыков осознанного чтения. Учащиеся читают в учебнике «Начало сказки. Заяц, Коська и родничок». При чтении обратите внимание учащихся на описание поведения Коськи. Затем они отвечают на вопрос, почему Коська был таким неспокойным, почему он решил познакомиться с родничком, как долго бежал Коська, каким стал Коська в конце своего пути, во что превратился родник на этот раз, «Чему Коська удивился? Почему Коська решил пойти домой?» Проведите словарную работу. Учащиеся могут сделать свои предположения о значении непонятных слов. Продолжите работу и предложите учащимся прочитать текст по ролям. Затем задайте вопросы. Какие слова говорят о настроении героев? Как они помогают понять настроение героев? Для закрепления учащиеся могут написать продолжение сказки, в которой Заяц, Коська и родничок снова встретятся. Цель обучения – сопровождать речи иллюстрациями, наглядность и демонстрация писать творческие работы в форме постера проекта рекламы. Выполнение задания «Отгадай загадку» способствует развитию речи и умению правильно высказывать свое мнение. Спросите учащихся, что им известно про айсберги. Можно заранее подготовить дополнительную информацию о них. Рубрика «Знаешь ли ты» способствует расширению знаний учащихся об айсбергах. Более подробно можно остановиться на животных, которые там проживают. Выполнение задания «Прочитай и ответь» формирует учащихся умение работать над содержанием произведения и совершенствует навык беглого выразительного чтения. Предложите учащимся прочитать в учебнике рассказа Снегирева «Пингвин и пляж». Рекомендуется провести работу по толкованию незнакомых слов. После прочтения рассказа задайте учащимся вопросы по содержанию. Предложите придумать продолжение сказки «Пингвин и пляж», например, что один из пингвинов вернулся. При изучении данного раздела учащиеся познакомятся с произведением таких авторов, как Захадер, Коваль, Дружинина, Крылов, Михалков, Алексеев, Остр, Бабенко, Драгунский, со стихотворениями, сказками, рассказами и другими произведениями. В данном разделе учащиеся будут отвечать на открытые вопросы по определению ключевых моментов, прогнозировать содержание текста, делить текст на части и озаглавливать их, формулировать главную мысль текста, создавать рекламу, презентацию, постер, проект. Учащиеся продолжат совершенствовать навык нахождения изобразительно-выразительных средств в текстах, эпитеты, сравнения, олицетворения, определять роль авторские приемы создания образа, научатся создавать словесный портрет героя. Раздел основывается, имеет междисциплинарные связи с предметами русский язык, познание мира, самопознание, трудовое обучение. Предусматривается индивидуальная и групповая работа в паре и всем классам. Обучение будет проходить в интерактивной форме и будет направлено на развитие основных навыков. Цели обучения – отвечать на открытые вопросы по содержанию для определения ключевых моментов и определять приемы создания образа автором произведения. Начать урок можно с работы над иллюстрациями. Задайте учащимся вопросы. Задание, в котором учащие читают отрывок из текста, позволит понять, что представляет собой байга. Также оно направлено на понимание произведения. В соответствии с уровнем класса можно предложить учащимся составить вопросы по тексту или предложить готовые вопросы. Проведите словарную работу. Учащиеся могут сделать предположение о значении трудных слов. И дальше определяют основную мысль текста. Выполнение заданий созданий способствует развитию речи учащихся. Совершенствует умение создавать текст описания. Учащиеся имеют возможность добавить свой пункт плана, предварительно обсудив в классе. Предложите написать в тетради описание коня по плану. В качестве дополнительного задания предложите придумать небольшой праздник, который хотели провести со своими друзьями. Учащиеся делятся идеями об его проведении. В цели обучения отвечать на открытые вопросы по содержанию для определения ключевых моментов и писать творческие работы в форме постера. Задания «Поговорим» способствуют развитию мышления, речи, выявлению знаний учащихся о том, что они знают о празднике единства и расширению знаний. Предложите учащимся ребус – разгадать слово и объяснить его. Учащиеся объясняют своими словами, сверяются по толковому словарю и подбирают синонимы к слову единства. Далее проводится беседа о том, где люди могут проявить единство. Задания «Поделимся идеями» способствуют более доступному пониманию смысла нового слова и пополнению словарного запаса. Развивают умение определять главную мысль, высказывать идеи. Далее предложите карточки с олицетворениями и образными выражениями из текста «Сонные озера», «Выгнет спину радуга-дуга», «Синяя тайга», «Роскошные снега», «На крылатых языках» и попросите объяснить их значения, для чего автор использовал эти приемы. Предложите выбрать 6-7 ключевых слов или составить кластер «Паучок», в котором отражен смысл и содержание. Задание «Создай» направлено на развитие творческих способностей учащихся. Предварительно совместно с учащимися определите критерии оценивания. Цели обучения – отвечать на открытые вопросы по содержанию для определения ключевых моментов, составлять план на основе выявления последовательности событий и деления произведения на части. Задание «История гласит» направлено на развитие аналитических умений учащихся, сравнение, нахождение общего и различного, формулирование вывода. Данную работу можно провести в парах. Каждый учащийся создавляет 4-5 предложений по иллюстрации, затем делится идеями и совместно проводит сравнения. Затем они могут рассказать о праздновании Дня Победы в их родном городе. Задание «Прочитай и ответь» поможет понять смысл рассказов, выявить ключевые моменты, извлечь информацию из текста через открытые вопросы, развивает навыки чтения. Перед началом работы предложите учащимся объяснить лектическое значение слов, пользуясь словарем «Дивизия», «Разъезд», «Перелески», «Прильнули», «Окопы», «Лавина». Задание «Составь план» направлено на углубление понимания содержания для составления плана умения определять основную мысль отрывка. Более способным учащимся можно предложить придумать несколько вариантов названий какой-нибудь части или озглавить все части по-своему. Менее способным предложите на карточках выбрать соответствующее название каждой части из предложенных или восстановить деформированный план. Цель обучения – отвечать на открытые вопросы по содержанию и определять приемы создания образа автором произведения. Задание «Поделимся идеями» актуализирует знания учащихся, способствует развитию мышления, речи, умению анализировать информацию для ответа на открытые вопросы. После этого спросите, для чего изучили эту информацию, как она будет связана с темой урока. Задание «Прочитай ответ» совершенствует умение работать с текстом, анализировать сюжет, определять главную мысль басни, мораль, делать выводы через ответы на открытые вопросы. Сначала предложите учащимся рассмотреть портрет Крылова и попросить вспомнить, что знают об этом писатели, какие произведения изучались. Затем повторите с ними особенности басни через задание «Верно-неверно». Называйте фразу, а учащиеся оценивают, относится ли это к жанру басни. Для первичного, более эмоционального восприятия произведения можно включить аудиозапись в исполнение артиста или выразительно прочитать учителю. Затем предложите учащимся прочитать басню самостоятельно. После повторного чтения они могут ответить на заоткрытые вопросы. Далее спросите, какие слова использовал автор для более точной характеристики событий, отражения характера героя. После ответов на вопросы попросите учащихся сформулировать мораль басни. Задание «Сыграем в театр» развивает творческие и артистические способности учащихся, направленные на отработку навыково-разительного чтения и умение передавать образ героев. Учащиеся объединяются в тройки и обсуждают детали, какая интонация должна быть у героев, какие жесты и мимику необходимо использовать. Учащиеся могут разработать критерии оценивания выступления групп. В качестве дополнительного задания предложите учащимся придумать к завершении басни, чтобы потом разыграли свою концовку. Учащиеся могут составить картинный план басни, отразив ключевые моменты. Цели обучения – определять приемы создания образа автором произведения и писать творческие работы в форме постера проекта рекламы. Задание «Поговорим» формирует умение сравнивать предметы, находить общие, высказывать свои мысли, способствует развитию речи. Предложите учащимся рассмотреть фотографии и сказать, что изображено на них. Они должны сделать вывод и назвать качество человека, который замечает что-то необычное или находит сходство. Предложите учащимся прочитать отрывок рассказа Яковлева «Собирающие облака». Учащиеся говорят об увлечении героя и дают ему характеристику. Задание «Создай» развивает творческие и аналитические способности учащихся, направленные на развитие умения выражать свои мысли. Учащиеся создают свою страну вообразилию, обсуждают, как будут выглядеть, какие графические названия могут быть, кто там будет прошивать, чем будут заниматься жители и т.д. Посоветуйте учащимся сделать вообразилию по какой-то определенной теме. Может быть, там будут жить только конечные герои, соответственно, там могут быть улицы сказок, проспект рассказов, переулок небылиц, магазин хорошего настроения и т.д. А может быть, это будет шахматная страна, страна спорта, цветочный город, город дружбы. В качестве дополнительного задания предложите учащимся взять интервью о своих одноклассниках или учителя о том, какое увлечение у них есть и как оно помогает им в жизни. К вашему вниманию были представлены пути реализации целей обучения 7 и 8 разделов 3 класса. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам были полезны и интересно используемые виды деятельности.